Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Мария Денисенко и сначала коротко о главных темах выпуска. Рыбалка на дрейфующей льдении во взморье. Ветром в море унесло десятки рыбаков. Поплывем. Вот, короче, резиновое такси у нас. Неадекватные и вооруженные полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Южно-Сахалинске. В задержании пытался оказать сопротивление и скрыться. И по плечу мальчик, сходи, принеси землю. Ну, собственно, так вот, поворачиваемся. А там не мальчик, а девочка. Экзотика на производстве. Женщина-сварщик Левтина Верещагина готовит студентов строительного техникума к участию в чемпионате WorldSkills Russia. От вальса до лесгинки городской камерный оркестр дал праздничный концерт в областном центре. А мне виолончель нравится, как играет. Я говорю, я музыку слушала. Я просто в восторге была. Не все сахалинки запомнят 8 марта как праздник цветов и приятных подарков. Пристальное внимание в этот день было обращено в первую очередь на их мужей, отчаянных рыбаков, которые, несмотря на отжимной ветер, вырвались в неурочный выходной во взморье на подлёдный лов. Но в какой-то момент им пришлось спасаться бегством. Местным жителям удалось на этом даже подзаработать. Семимся, семимся, оторвало. Возьморье оторвало. Все бегут. Все бегут. Местные не успевают веслами махать даже. Пока жёны рыбаков нарезали дома салаты и ждали к праздничному ужину цветов и зубатки, их мужья проворачивали операцию по собственному спасению. Льдина, на которой они находились, внезапно тронулась в сторону открытого моря. Самые бесстрашные решили дождаться, пока их унесёт подальше, на глубину, где, по мнению заятлых рыбаков, клюёт в разы лучше. Но большинство дрейфующих трезво оценили ситуацию. Восьмое марта. Узморье. Лёд относит. Плывём. Вот, короче, резиновая такси у нас. Впрочем, ситуация Узморья изначально не предвещала ничего хорошего. Ещё ранним утром побережье льдину разделяли несколько метров воды. Но в погоне за хорошим уловом рыбаки воспользовались надувными лодками, чтобы преодолеть это препятствие. Местные жители неплохо заработали в этот день, ведь уже совсем скоро горе рыбаков пришлось доставлять обратно. Кстати, стоит отметить, вполне скромные расценки сахалинских гондольеров. Вот он, дрейфующая льдина. Берутся по 200 рублей для рейса. Витя, берём чему-то, оттойте! Дрейфики, отпустите! Держи, Витя. На место прибыли сотрудники ГИМС. Они убедили самых отчаянных и весёлых рыбаков немедленно покинуть дрейфующую льдину. Каждую зиму МЧС настоятельно рекомендует рыбакам не рисковать своими жизнями. Очень сильно рекомендую жителям и гостям островного региона при выходе на лёд руководствоваться прежде всего здравым смыслом и соображениями безопасности. Потому что безобидная и безопасная с виду льдина, находящаяся очень близко к берегу, в очень короткое время может быть вынесена в открытое море и там разрушится. В этот раз путешествие на дрейфующей льдине запомнится рыбакам лишь как весёлое приключение. Но всего несколько лет назад подобная неосторожность привела к гибели четырёх человек. И как сообщает МЧС, выход на лёд у юго-восточного побережья Сахалина опасен. Припай устойчив только в заливе Мордвинова от 10-го километра до мыса Свободной. При этом спасатели не рекомендуют рыбакам удаляться от берега более чем на 2 километра. На других участках, в том числе и в Долинском и Макаровском районах, возможны подвижки и взломы припая. Выходить на лёд в этих местах крайне рискованно. Праздничный день 8 марта жителям 26 многоквартирных домов в Долинске пришлось провести без воды. На местном водоводе произошла авария. В четверг ремонтные бригады начали искать место повреждения трубы. Местные власти организовали подвоз воды. К обеду количество отключённых домов в Долинске сократилось до 12. Специалисты постепенно переводили жилые здания на исправные сети. К вечеру водоснабжение было полностью восстановлено. Но ремонтные работы продолжаются до сих пор. Мы на контроле держим, чтобы в час пик давление не падало. Люди работают, к завтрашнему дню готовят ряд мероприятий, необходимых для того, чтобы уже чётко определять. Потому что один участок проходит под железнодорожными путями, второй под дорогой областного значения. Бесплатную визу для въезда на Сахалин и ещё в 4 дальневосточных региона получат иностранные туристы. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Теперь визу будут проставлять прямо на границе. Для её оформления гражданам зарубежных государств нужно будет зайти на сайт Министерства иностранных дел и заполнить анкету. Решение принимается в течение 4 дней, а сама виза действует 30. Услуга бесплатная. Упрощённый порядок распространяется на регионы, в которых действует режим свободного порта. Это Сахалинская область, Приморье, Хабаровский край, Чукотка и Камчатка. Благосклонность духов получил губернатор. С рабочим визитом Олег Кожемяка побывал в селе Некрасовка на севере острова. Местные жители встретили его по древнему обычаю. Все детали узнаем далее. По древнему обычаю угощения бросают на ветер. Так встречают гостей и задабривают духов. Чтобы и вести были хорошие, и не вода, полные рыбы. Губернатор с порога преподносит букет цветов старейшине и главе родового хозяйства Людмиле Кравчук. Повод особый. Недавно ей исполнилось 70 лет. Благополучия долгих лет жизни. Спасибо. В вашем лице всех женщин. Спасибо. В доме накрыт стол. Он полон национальных разносолов. А ребята из школы-интерната подготовили концерт с танцами и играми. Ура! Людмила Закировна в Некрасовке уважаемый человек. Благодаря ей молодежь не забывает истоки национальной культуры. Приготовление невских блюд. Ей нет равных. Гостям она охотно раскрывает рецепт самого популярного – муви. Его готовят только по праздникам. Отваривается картошка, картофель. Потом этот картофель трется. Специально у нас такой прибор есть, Нивский. Трется самое, но варим без соли. А потом в другой кастрюле мы, значит, кипятим ягоду. Ягода, значит, кипит. А потом эту ягоду вместе с сахаром добавляем в этот картофель, перемалываем, добавляем в нить печи жир. Муви готовы. Как живет Некрасовка и что волнует коренных северян, об этом шел разговор на встрече с сельскими общественниками. Речь о поддержке обладателей дальневосточного гектара, предприятий, покупающих у представителей малочисленных народов рыбу и дикоросы за хорошую цену. К примеру, община Уньгыш сейчас приобретает у жителей Некрасовки свежую навагу и корюшку. Продукция потом поступает на витрины местных магазинов. Были затронуты и социальные проблемы, в том числе по коммунальным тарифам. Олег Николаевич, выслушав проблему жителей, принял решение, что да, в качестве дополнительной меры социальной поддержки будет предоставляться из числа коренных малочисленных народа севера дополнительная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Думаю, только шаг за шагом, за счет развития коренных малочисленных народов будет двигаться в сторону создания более комфортных условий. У нас для этого есть все необходимое. Есть поддержка со стороны нефтегазодобывающих компаний, есть бюджет Сахаринской области. Есть искреннее желание сделать так, чтобы была гармония между местным населением, между традиционным видом деятельности, чтобы их культура, их обычаи, традиции передавались из поколения в поколение. Духи проявили щедрость. Рыбацкий улов оказался увесистым. 150 килограммов наваги. Чуть позже глава региона побывал в Ахе, где также поздравил прекрасную половину с праздником. Уникальный подарок на 8 марта получила Сахалинка от радио АСТВ. Житель Хомска в проекте «Весна, любовь и медные трубы» выиграл поздравления для своей жены от бас-квинтета городского камерного оркестра. Международный женский день. Илья и Полина приехали в областной центр, а в холле медиахолдинга их встретили музыканты. Под романтическую мелодию хамчане исполнили медленный танец. Победителям проекта досталась также сувенирная продукция от радио АСТВ. Сахалинская сборная готовится к чемпионату молодых профессионалов «Воллскилс Раша». В этом году на региональном этапе среди сварщиков отключились студенты строительного техникума. Они заняли сразу два призовых места. Еще в студенческие годы во время практики на Уфимском заводе Левтину Верещагину среди мужчин-сварщиков отличали только по голосу. Защитная маска и специальные костюмы сегодня скрывают изящную женскую фигуру. Но старший мастер готова дать фору любому. За плечами 20-летний опыт. Она и небольшую поварешку сделать может и металлоконструкцию. На самом деле сварка – это ювелирное дело. То есть оно, да, грубо смотрится. Все такое массивное, такое жесткое. Но когда ты зажигаешь дугу, и вот ты подвластен такому, как металл, подчиняешь его, только вкладываешь навык, умение. Ну это интересно. Это вообще надо просто болеть. И, видимо, это мне очень нравится. Что мы делаем? Мы делаем два движения и по центру уходим. Правильно? Давайте я вам показываю, что у нас. В этом году двое студентов Алифтины Верещагиной заняли на региональном этапе чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia лидирующие позиции. В итоге победитель вошел в сборную области. От него совсем немного отстал Максим Богинский. Было несложно. Варили мы алюминиевую конструкцию, нержавеющую сталь и конструкцию под давлением. У меня единственная, она его выдержала. А у остальных все проходило. Не сварили герметично, воздух проходил через нее. В следующий раз Максим намерен улучшить свой результат на региональном чемпионате. Подготовка идет уже сейчас. Победитель же сутками не расслабляется. Алифтина переживает за его будущее выступление и пока скрывает от объектива видеокамеры. Отбор очень серьезный будет. Подготовка там достаточно серьезная. То есть ребята приедут тоже, которые участвовали на своем уровне, в своих регионах. Я думаю, будет там вообще жара очень сильная. Искры полетят не только у сварки, но и у экспертов, которые будут выбирать лучше. 24 марта Алифтина вместе со своим учеником отправится в Комсомольск-на-Амуре. Именно там от лучших сварщиков региональных этапов и полетят искры. Всего же в состав сборной вошел 21 человек. Это победители в разных компетенциях. Представлять свои профессии они будут в нескольких городах страны. И уступать не намерены. Еще 15 павильонов и киосков исчезнут с центральных улиц Южно-Сахалинска до конца следующей недели. Это цветочные ларьки, магазинчики, шашлычные и даже парикмахерские. Демонтировать их владельцы должны за свой счет. Иначе городские власти уберут их самостоятельно, а расходы взыщут с предпринимателей. Как поясняют в мэрии, речь прежде всего идет о неопрятных строениях, которые при всем желании не могут соответствовать градостроительным требованиям. Альтернатива предлагается тем, которые, условно говоря, законно стоят на этом месте. Но по градостроительным ограничениям этот объект необходимо убрать. Есть такая опция. Но тогда, если он законно стоит, мы обязаны предоставить альтернативное, равноценное место. И такие вещи мы делаем, так сказать. Мы находим нормальные места. Тем же предпринимателям, которые установили свои торговые точки незаконно, либо тем, у кого истек срок аренды, власти предлагают поучаствовать в конкурсе на размещение павильонов в соответствии с новыми требованиями. Отмечу, всего до конца года в областном центре демонтируют более 40 киосков. И сейчас наш эфир продолжает рубрика «Точка отчета». В районе села Фирсово в результате столкновения трех автомобилей погиб мужчина. По предварительным данным, водитель Митсубиси Паджеро не справился с управлением и налетел на самосвал. Он стоял на обочине. Потом джип отбросило на встречную кран-балку. 50-летний сахалинец за рулем Паджеро получил серьезные травмы. Он скончался до приезда на место бригады скорой помощи. В Южно-Схалинске в районе пересечения авиационной и Мира микроавтобус сбил ребенка. 9-летний мальчик переходил дорогу по безопасной зебре. Водитель Фиата его не заметил. В результате школьник получил перелом челюсти и многочисленные ушибы. Праздник едва не обернулся трагедией. В Южно-Схалинске 28-летний мужчина устроил охоту на случайных прохожих и сотрудников одного из торговых центров. 8 марта около полудня он с автоматом на перевес появился в 14-м микрорайоне. По словам очевидцев, стрелок был явно неадекватен. Сделав несколько очередей, он направился во дворы. Сотрудниками университетной охраны была осмотрена пролегающая территория. И во дворах по улице Комсомольска был задержан гражданин 87-го года рождения, при котором находился автомат для игры в стрейтбол. На вид очень похож на настоящий АК. Мужчину доставили в дежурную часть городской полиции. Выяснилось, ранее он был судим и вышел на свободу полгода назад. По факту происшествия ведется проверка. Стрелок находится под арестом. Пострадавших нет, однако в полицию поступило 17 заявлений. Подозреваемой по одной из тяжких статей Уголовного кодекса достала 47-летняя Сахалинка. От ее рук погиб младший брат. Трагедия произошла в доме 312 по улице Ленина. Между братом и сестрой произошел конфликт на почве того, что накануне брат вызвал сотрудников полиции, которые забрали сожителя подозреваемой. На следующий день женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взяла нож и подошла к лежащему на диване брату и нанесла ему не менее двух ударов в область сердца. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи вышли в суд с ходатайством о заключении подозреваемой в убийстве под арест. Сахалин не покидает праздничное настроение. Музыкальный подарок преподнес прекрасной половине городской камерный оркестр. Коллектив дал концерт на сцене Корейского культурного центра. Весенняя программа объединила различные жанры от классического вальса до стремительной кавказской лесгинки. Времена года сменяют друг друга, но вопреки ожиданиям сахалинцы в этот раз отмечают главный женский праздник не под звуки традиционной метели. На календаре и на сцене весна с полным погружением в эпоху Вивальди, когда музыка звучала без дирижера. Солист Александр Лопатин один на один с оркестром. Праздничный концерт оркестра — это смешение жанров, где один шаг от знаменитого рэк-тайма до классики Чайковского. Дирижер связывает это с международным масштабом праздника. Арии тоже были посвящены именно женщинам. Ария «Мистер Икс» прозвучала сегодня со сцены. Очень много такого интересного сыграли, праздничного имена. Я вот старался в этом направлении думать, чтобы доставить людям большое удовольствие. Публика в этот вечер дышит в унисон с оркестром, аккомпанируя ему теплыми эмоциями или слегка отбивая ритм на знакомых сердцу порхающих вальсах. Кто-то прикрывает глаза, чтобы представить себя именно в том мире, на языке которого говорит сегодня музыка. Многим ценно живое исполнение. Ни с компьютера, ни с магнитофона. А вот то, что люди нам будут играть, это мы будем с удовольствием слушать. Мне виолончель нравится, как играет. Я говорю, я музыку слушала. Я просто в восторге была. Что я здесь еще? Наверное, какого-то духовного роста. Все-таки, да, мечта детства. Я всю жизнь мечтала заниматься в музыкальной школе. У меня контраст между современной музыкой и симфонической. Кстати, в планах у руководства оркестра вырасти до симфонического. Пока этому мешают объективные причины – отсутствие инструментов. А пока в рамках экспрумта со сцены звучит стремительная лезгинка, где ритм задает дехоль. На горном воздухе началась подготовка трасс к соревнованиям «Форест Кап». Это открытый чемпионат Дальнего Востока по горным лыжам в четырех дисциплинах. Короткий спуск, супергигант, гигант и слала. Сотязания пройдут в нашем регионе уже в третий раз. В прошлом году его участниками стали спортсмены из десяти стран. Таких, как Корея, Япония, Австралия, Канада и США. В этот раз ожидается еще больше горнолыжников и сноубордистов – более ста человек. Планируется, что с собой они привезут не менее десяти тонн инвентаря. Так как соревнования международные, требования к трассам особенно строгие. Несмотря на малоснежность прошедшей зимы, они должны оставаться в отличном состоянии до конца чемпионата. Сейчас рабочие создают жесткий наст, благодаря которому солнце не сможет повредить полотно. На трассе «Армейка» производится так называемая инжекция склонов. То есть бурится отверстие через определенным шагом по всей ширине склона. И, соответственно, в эти отверстия закачивается вода. Для того, чтобы все спортсмены, участвующие в соревнованиях, находились в равных условиях. И чтобы покрытие не разбивалось от прохождения большого количества. Этап Кубка Азии по горнолыжному спорту «Форест Кап» начнется уже в следующий четверг. Он будет проходить на двух трассах – «Армейки» и «Спортивной». Остальные склоны останутся свободными для спортсменов-любителей. И на сегодня это все. Эти и другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok